На фоне волны скандала «Голой вечеринки звезд шоу-бизнеса» Филипп Киркоров подвергся резкой критике как со стороны общественности, так и со стороны своих коллег по творческому цеху. Также на него был подан иск на сумму 2 миллиона рублей, а налоговые органы всерьез занялись проверкой финансовой отчетности короля шоу-бизнеса на предмет уклонения об уплате налогов. Кроме того, в известном телеграм-канале «Генерал СВР» сообщили, что в правительстве активно обсуждают показательную порку Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и еще нескольких возрастных участников «Голой вечеринки» в виде уголовных дел. По мнению собеседников Патрушева, пагубный пример звезд старой формации негативно влияет на молодое поколение, а к Киркорову особое отношение, так как нынешнее российское руководство категорически не любит представителей ЛГБТ-сообщества. Естественно, имея связи в высших эшелонах власти, Филипп Киркоров сразу же был предупрежден о санкциях со стороны правительства. Источник сообщает, что компетентные лица посоветовали ему покинуть Российскую Федерацию как можно скорее. В противном случае ему никто ничем помочь не сможет. В связи с этим Филипп Киркоров на своем частном самолете пересек границу России и в данный момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Вчера он выступил в русском ресторане в Шалет-Березка в Дубае. Он исполнил свои главные хиты, а также представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае». Заведение было заполнено публикой, зрители тепло встретили короля российской эстрады, подпевали ему и дарили цветы. По имеющимся данным, российская певица Алла Пугачева решила оказать поддержку Киркорову и со дня на день ждет его в Израиле. Источник сообщает, что для певца уже арендована шикарная вилла в одном из самых престижных микрорайонов Кейсарии.